здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад вчера снимала вам видео обзор о томатах а сегодня видео обзор о огурцах честно говоря это меня сами вы подписчики мои спрашивайте покажите как развиваются у вас огурцы которые вы первый раз сажали в теплице или как помидоры в новой теплице вот поэтому и снимаю рядом посторонние шумы это дети соседские купаются в бассейне так что извините уж пожалуйста если будут посторонние звуки им весело и нам радостно вот так выглядят томаты в теплице говорила и показывала вам изначально что первый раз я высаживаю томаты в теплице все 30 лет мои там ой огурцы огурцы у меня росли только в обыкновенном деревянном парнике ну а вот тут раз пристроили теплицу решила попробовать с теплицы здесь сорта шоша маша директор лютояр вот такие что хочу сказать писали что вы плотно посадили много посадили кто-то сажает на грядка значит теплица 4 метра ну и вот грядка наверно метр в общем два с половиной четыре на два с половиной вот дорожка и тут по метру наверно грядки ну примерно так я посадила сколько тут огурцов пять и там еще 27 ну 7 огурчиков рядок буквально через там 50 сантиметров вот так у меня получилось я не знаю мне пишут много комментариев что очень плотно плотную посадку я сделал кто-то сажает вообще там от четырех до шести огурцов но я же первый раз поэтому если плотно то уже сама потом себя буду ругать а пока мне кажется что вполне нормально с огурцами в этом году такая же беда была как и с помидорами росли они очень плохо потому что холодно затянувшийся холод и вот стояли и стояли а вообще многими звонили писали ну мои местные тут нет и рассады огурцов кабачков тыкв потому что отвратительно всходили и пересевали у меня здесь вроде как зашли хорошо ну очень хорошо кушал слизень и хорошо что я вас послушала накрыла все банками спасибо вам большое и банок много а догадаться почему-то сама не смогла ну и сыпала и скорлупу яичную и вроде как все до единого спасла вот так они выглядят на сегодня ну что лопушистые единственное не знаю может чем-то подкармливаю на лист попала вот смотрю просто ожоги на некоторых листьях подкармливала сброшенным конским навозом уже два раза давала подкормку ну и здесь и в грунт добавляла конский навоз при посадке все это вам показывала вот смотрю что точно ожоги ну потому что вот от этой жары что лопушистые вот маша прям такие огромные посмотрите моя ладонь так больше намного уже начинаются завязи я даже ослеплять не буду честно говоря первые потому что развиваются хорошо и первого гучки ослеплять не буду что здесь шоша вот тот ряд чуть-чуть помедленнее здесь сколько то есть директор сколько-то лютояра я даже и не знаю ну конечно еще вот сюда чтобы просто не выкинуть подсадила по одному томату детерминантных коротких которые должны 30-40 максимум 50 сантиметров этот земидов клуша настенька посмотреть его тут еще веселый гном от ольги нарышкиной вот олечка привет тебе вот этот ее гномик хочу посмотреть как и что и это тоже детерминатные покоритель севера и чудо лентяя ну может может вот чудо лентяя не знаю честно говоря может он и недетерминатный ну знаете как носовала называется эти огурцы которые умирали умирали вот уже очень хорошо дают огурчики посмотрите вот директор тоже это сибирская гирлянда но мы уже тут рвиом огурцы зазули вот тоже сибирская гирлянда так кто-то спрашивал как они себя чувствуют на вкус обыкновенная горит я не могу сказать что знаете супер какой-то вкусный мне кажется что первые огурцы самые вкусные зазули никаких пучковых там по 10 огурцов не вижу ну вот как гирлянда смотрите 1 2 3 4 вот смотрите 5 6 7 и так далее то есть действительно как гирлянды такой они ну вот если так смотреть висят но ник никаких пучков не вижу здесь тоже смотрите с маленького вот они идут идут и вот так идут так что все нормально теперь посмотрим другую другие огурцы и в парнике в теплице в другой теплице вместе с ранними томатами которые я вчера вам показывала вот с этими в таких емкостях здесь в мешках растут огурцы на раннее потребление здесь зазуля посмотрите какие красавцы но какие красавцы вон сколько конечно мы кушаем уже кушаем вон там сегодня два сорвем опять вот ведь какие там уже он уже большущие вот мы кушаем уже с 29 мая ушли бы раньше но и говорю из-за холодного мая корневые гнили были я боролась один огурец потеряла один здесь вот в этих мешках было по два огурца тут вот два так и есть видите даже это же сибирская гирлянда и зазуля а вот в этом мешке остался только зазуля один огурец потеряла ну сгнил и справился с корневыми гнилями а триходерма моя палочка-выручалочка всем всегда говорю ребята выращивайте это супер средство действительно которое помогает справиться с так с разными напастями с корневыми гнилями тоже так что огурчики кушаем вон уже доросли куда все хорошо теперь в парнике огурцы вот вам показывал этот парник и не первый год набивала его навозом набивала его сброшу этими как сказать отходами которые я всю зиму собирала ферментированными отходами поэтому теплая высокая грядка вкусная грядка вот здесь огурцы подсевала здесь знаете как вернее подсаживала вот там на том в том ряду несколько огурцов сорта маша из теплицы потому что они долго долго там сидели а потом вдруг все вылезли а здесь в основном пчелы опыляемые различные и гибриды и просто сорта огурцов потому что люблю пчелы опыляемые парник сейчас сначала закрывается а потом огурцы подвиза подвяжу тоже их обязательно и они растут как бы уже когда наступит лето разгар никто пленками их не закрывает как бы пленка сворачивается и они так вот на полном на полной свободе и пчелки опыляют эти мне кажется самые вкусные огурцы для того чтобы солить и мариновать сейчас уже видите нормализовалась все тоже требует подвязки выходные ну вот еще чуть-чуть потянутся чтобы мне удобнее было вот здесь вот под коньком у там ведь все-таки клипсы клипсы и я туда натягиваю простую веревку туго-туго и каждый огурец к этой веревке домиком а вот еще в середине натягу натягиваю плену эту сетку сетку чё-то фикс прайс съездила и сетку не нашла ну думаю что еще появится они там всегда вот если не будет сетки то тогда и не будет а так натягиваю сетку и поэтому они у сами цепляются и мало лежат мои огурцы на земле все-таки они таким домиком растут и это тоже очень хорошо что меньше гнили так что здесь огурцы растут более плотно но в парнике я всю жизнь так и сажаю 30 лет то есть расстоянием где-то 30 сантиметров может быть 40 вот видите где-то 40 где-то 30 сантиметров друг от друга то здесь плотничком огурцы ну в принципе все хорошо сходили они уж очень медленно и очень долго и трудно тоже и здесь помните как я показывала просто слезней откуда они взялись никогда такого не было поэтому все здесь было засыпано яичной скорлупой честно помогла потому что банок здесь я не могла уже нигде столько найти банками капуста закрыты и другие огурцы и поэтому здесь банками не закрывала и скорлупа помогла тоже сделала две подкормки сброшенной травой и вот сейчас диадомит который вам показывала тоже в землю при рыхлении внесла кремний ну и теперь давайте посмотрим что тут с тыквами и кабачками уж коли по огурцах зашла речь вот тыквы растут на черном укрымном материале им здесь тепло хорошо но развиваются слишком медленно только вот эти ночи ну потому что сейчас тепло и жарко я не закрываю а так всегда закрывала на ночь вот с понбондом и он такой толстенький у меня наверное 60 к даже на ночь но ничего все равно тыквочки более теплолюбивые чем кабачки поэтому развивается медленней ну терпимо влаги там много на черном укрымном от черного им теплее ногам сыра самим тепло поэтому пусть растут на кабачки которые рано-рано мы собирали я вам уже показывала что мы съели уже три кабачка честно вкусный вот тут еще зреет ведь и желтенькие вот тут уже начали то есть я взяла ящики сняла с них пленку кому интересно посмотрите этот метод нас еще вот еще обязательно так сделаю понравился и вместе с ящиком закопала в землю потому что корни сейчас через ящик найдут себе дорогу и будут питаться уже в земле вот просто ящики вставлены в землю внутрь ну и пусть растут на раннее потребление а сейчас покажу кабачки которые обычно растут обычным способом кабачки посмотрите кабачки тоже растут они у ну как дети вообще радуются просто жара купаются крики на всю округу и эти крики до конца вечера поэтому мне не схватить даже время когда тишина и покой ну ничего страшного дети пусть им будет радостно кабачки вот растут вдоль забора от забора конечно тепло еще стояли другие все время были накрывала и накрывала ну теперь давайте посмотрим хочу сказать что они хорошо подросли вон какие большие вот сортов здесь несколько естественно посмотрите уже начинают даже и пускать бутончики так что все нормально с кабачками вон такие уже бутончики так что скоро и здесь уже будут кабачки вон молодцы такие все и насажала я их достаточно много вот единственное в прошлом году страшно они болели мученистой росой очень хочется избежать этой проблемы в этом году ну хотя все ну кабачков конечно было вот так что кабачки тоже реабилитировались вот из-за холода так медленно росли все укрывались а теперь только поливаю и подкармливаю ну и вот что называется они поперли ну а вам друзья мои желаю тоже хороших урожаев чтобы вы уже кушали свои овощи радовались их настоящему вкусу и запаху всего всем доброго и главного главное не болейте кому понравилось видео ставьте лайк не забывайте